И люди ставят там «за» или «против», а я голосую, как они сказали. Это прям такое интерактивное шоу на Netflix. Нужно ли вот так с каждым мнением считаться? Такая идеальная ситуация, что у тебя абсолютно диктатура, но диктатор очень классный мужик. Но проблема в том, что это невозможно. Как ты структурировал свой стартаперский подход к политике? Наш штаб функционирует по принципам, которые в России не встречаются. Сегодня в гостях Роман Юниман, выпускник ФЛЕС, бывший консультант BCG, а ныне кандидат в депутаты Московской городской думы. Мы обсудим с Ромой, что он хочет привнести в российскую политику, как строить политическую кампанию по принципу стартапа, зачем кандидату в депутаты нужен СТО, что противопоставить административному ресурсу партии власти и какое место займут влогеры и стримеры в облачной демократии будущего. Поехали! Ром, ты рассказывал уже много раз про то, зачем ты идешь в политику. Я прекрасно понял, кто не понял, прочитает. Мой вопрос такой. Вот конкретные цели, какие ты перед собой ставишь на ближайшее время? Что ты хочешь добиться в политике? Вопрос интересный, потому что в целом политика – это не работа в корпорации, то есть у тебя нет какого-то понятного трека. Это даже не бизнес, где у тебя может быть цель выйти на новый рынок или какая-то цель обсчитываемой выручки, допустим. Поэтому здесь это скорее вектор, который разбивается промежуточно где-то с помощью выборов. Моя ближайшая цель – это, соответственно, победить на выборах Мосгордума в сентябре. Я сейчас полностью заточен под нее и работаю полностью на нее. Но если говорить про что-то более долгосрочное, то тут скорее уже наступают разговоры про вектор. То есть идейный вектор – он такой. То есть есть идейный, есть практический. Если говорить с идейной точки зрения, то я считаю, что сейчас в России в политике есть две больших проблемы, которые нужно решать. Кто, если не мы. Первый – малоадекватных, образованных, молодых людей. То есть в основном это либо спортсмены, либо артисты, либо еще разные люди, которые не предназначены, то есть которые попали случайно, которых попросили, подтянули. В общем, случайные, непонятные люди. То есть они, может быть, хорошие люди сами по себе, но они плохие политики. Они не должны этим заниматься, они не на своем месте. Это первое. А второе – это отсутствует... То есть я, соответственно, хочу, чтобы в политике таких людей было больше. То есть своим примером как-то показать это, не только на этих выборах, но и вообще в дальнейшем, чтобы если люди как-то думали, допустим, уходя из корпорации или своего бизнеса, они заняться ли им политикой, и видели, о, там есть роман, вроде адекватный. То есть такая стартап-культура в политике. Как бы сделать свой проект под названием «Выборы», более долгосрочный, о котором я тоже сейчас скажу, но и создать среду. То есть это такая вдвойне сложная задача, потому что приходится создавать, допустим, среду, ну вообще, как правильно говорить о ней, то есть как о ней говорить в обществе, в котором, допустим, когда я работал в консалтинге, это было не то что табу, но вот люди не разговаривали об этом, потому что вот так сложилось у нас все. Соответственно, второй момент, который с такой идейной точки зрения я хотел поменять, это именно подотчетность исполнительной власти людям. То есть я считаю, у нас вот есть там в обществе господствует дискурс, что вот, ну как бы без царя мы никуда, вот мол, как бы твердая рука, что там, куда без этого. Я считаю, что наш народ уже вырос из этого. То есть там, да, если это было релевантно в какие-то прошлые века нашей истории, то сейчас я вижу людей вокруг себя, я вижу людей там своего поколения, поколения чуть постарше, людей, которые выросли не в Советском Союзе. Это люди, которым это не нужно, которым это мешает. Я считаю, что этим людям можно доверить управление страной. То есть можно, не нужно ограничивать права местного самоуправления, не нужно ограничивать права законодательной власти. В идеале законодательная власть — это самый главный вид власти, потому что там она непосредственно сбирается людьми, и она осуществляет контроль и определение каких-то общих правил игры для всех остальных ветвей власти. В России как бы это наоборот, это такой рудимент. Вот я считаю, что нужно усиливать законодательную власть в той или иной степени для того, чтобы людям вернуть контроль вообще над тем, что происходит на стране. Чтобы люди сами могли правила игры. Да, да, то есть хотя бы, чтобы они выступали не в роли, сейчас они вообще никак не выступают, то есть они как бы где-то вот сбоку находятся, за скобками уравнения. Моя цель хотя бы, чтобы они выступали в роли, ну вот, хотя бы в роли субъектов этого всего, то есть чтобы с их мнением считались. То есть понятное дело, что каждый человек не сможет напрямую контролировать, что происходит в государстве. Ну, как бы это утопия. Но если с мнением людей будет считаться, многие вещи, которые сейчас у нас происходят, и которые не должны происходить, они просто изменятся за счет того, что поменяет сама система принятия решений. А нужно ли вот так с каждым мнением считаться? Потому что вот посмотрим на Америку, где демократический процесс работает лучше всего. Ну и что там, у них Трамп. Непонятно, насколько это лучше, чем наши результаты. Ну, и тем не менее, они его выбрали, и там через срок или через два, если ему повезет, он уйдет. Ну, то есть... Они могут его поменять. Да, они могут его поменять. То есть как вопрос не в том... То есть это как в теории игр, да? То есть если у тебя, грубо говоря, игра одна всего лишь происходит, то действуют одни правила. А если у тебя идут повторяющиеся игры, то уже вступают другие стратегии. Так же и здесь. У нас, кажется, одна игра, и там уже закончилась. Ну и надо вернуть. Конечно, идеальной формой правления является, допустим, такая идеальная ситуация, что у тебя абсолютная диктатура, но диктатор очень классный мужик. То есть он там, или женщина, да? Он все знает, он абсолютно справедливый, идеальный режим. Просвещенный абсолютизм. Ну, то есть, да, при условии, что там какой-то суперчеловек находится. Но проблема в том, что это невозможно. Даже если один раз кому-то в истории повезет, хотя я не знаю таких примеров, то то, что повезет два раза, это невозможно. И поэтому демократия, которая иногда дает сбои, и в итоге у тебя выбираются люди, не совсем соответствующие своему положению, хотя я сейчас даже не про Трампа, это отдельный разговор, она в долгосрочной перспективе все равно дает более эффективный результат. Это вот про идейное, да, то, что я говорил. С практической, я думаю, что постепенно это создание команды, то есть обрастание какими-то ресурсами, обрастание, то есть, ну, наработка опыта, потому что, ну, один в поле не воин. То есть это вот как бы сейчас, это такая попытка большого громкого старта, но долгосрочно должно перерасти в какую-то системную историю. То есть, когда я пойму, мы поймем, да, с нашей командой, как вообще все это работает, то, я думаю, дальше сможем там уже сконцентрироваться на каких-то отдельных областях, вот, по ним работать, по ним быть. Твоя команда – это на самом деле ключевой вопрос моего интервью. Но начнем чуть пораньше. Начнем с того, как ты вообще стартовал, как ты структурировал свой стартаперский подход к политике. Вот ты такой консультант, понимаешь, что хочешь заниматься политикой. И что дальше? Нельзя же просто выйти на улицу с плакатом кричать «Я Роман, хочу выбираться в Мосгордуму, голосуйте за меня». Так не работает. Как же ты это все организовал? Хотя бы у себя в голове вначале. Ну, два момента, да, то есть, если говорить про какой-то концептуальный подход, когда вот, там, я вообще думал, там, стоит, всем этим заниматься не стоит, то вот, опять же, мне показалось, что, то есть, я постарался найти сферу, в которой мои вложенные усилия могут дать наибольший результат, там, на единицу вложенных усилий. И мне кажется, что общественная деятельность и, там, чуть шире политика, вот именно связанная, там, с выборами, с законодательной властью, то есть, вот эта сфера, да, это та сфера, которая в России нуждается, как бы, куда нужно подорожник приклеить в первую очередь. Потому что, там, если посмотреть, допустим, там, банковский сектор, у нас развит очень круто, то есть, ну, особенно ритейл-банки, там, розничный банкинг. У нас, там, люди, которые им занимают, там, которые консультируют банки в России, они с легкостью попадают на зарубежные проекты, потому что опыт в России зачастую, там, опережает, там, многие европейские страны. Вот. А если говорить, допустим, про госслужбу, именно про исполнительную власть, ну, как бы, в среднем, где-то есть хорошее министерство, которое работает, там, какие-то органы работают очень плохо, но, вот, как бы, не все так печально. Хотя тоже, то есть, тоже нужно менять. А если брать законодательную власть и сферу публичной политики, то это просто ноль из десяти. То есть, абсолютно неработающая сфера, в которой, ну, как мне кажется, даже при внесении небольших, то есть, делая вещи, которые мне кажутся абсолютно адекватными, допустим, там, вот, в рамках моей компании, мы, то есть, я, там, вместе с командой, мы делаем ежемесячный отчет о том, куда мы деньги тратим для тех, кто вот нам как-то спонсирует. Это, ну, то есть, мне это кажется абсолютно, там, логичной вещью, да, но вот оно и не является. То есть, это тоже приходится вот создавать эту культуру. Если говорить про какие-то политтехнологические вещи, то я, как бы, все-таки консультант, я не политтехнолог, и моя роль здесь кандидата. Вот мой вопрос в чем? Вот ты решил, все, я иду в Мосгордума, я решил, что это мой самый логичный шаг. Как ты распланировал дальнейшие свои действия? Ну, я, прежде всего, то есть, как бы, мы встретились с моим нынешним начальником штаба, Павлом, и Павел уже, то есть, он политтехнолог, как бы, он это понимает, как это все выглядит, то есть, как он знает лучшие практики, как люди выбирают в Штатах, да, там, ему не чужд подход, скажем так, связанный с операционной эффективностью, да, вот именно в политтехнологиях. Не просто, там, я так вижу, да, или вот, а вот, ну, тот подход, который мне кажется абсолютно логичным, нормальным, и, ну, мы с ним, там, видим в одном направлении. Естественно, то есть, он, там, какие-то моменты, ну, основные, да, моменты, это все его идеи, там, его план, то есть, я выступаю, скорее, в роли, ну, во-первых, отчасти заказчика, да, можно так сказать, то есть, я, там, где-то просто что-то корректирую, потому что мне, там, кажется, там, нет, наверное, там, я не подхожу для этого, вот, а второе, это, ну, просто какие-то наработки, такие общие, там, помочь что-то структурировать, да, помочь, там, какие-то процессы, отдельные процессы, уже не общую канву, да, потому что здесь все-таки, ну, у меня не было опыта, у Паши он был, вот, а какие-то отдельные моменты, допустим, мы структурировали, когда, там, собственно, процесс сбора контактов, и вот процесс, как, там, как вся эта цепочка должна проходить от, там, получения контакта человека до, там, его обработки какой-то, до, потом, там, звонка в конце, это вот, ну, то есть, я помогал вот этот процесс придумать, то есть, здесь, конечно, мои навыки, они помогают, вот, но глобальная моя роль, это, скорее, такого, я, там, что-то со стороны советуюсь, там, где-то куда-то лезу, куда-то мне говорят, не лезь, вот, ну, и в целом, как бы, это правильно. Но ты больше стратег своей компании, а имплементация, грубо говоря, за Павлом. Да, 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 да даже не старайтесь, то есть, как бы все вещи в духе, там, на что мы делаем упор, да, там, на, там, агитацию, допустим, или на по квартире на Пхун, это вот, ну, как бы, это все тоже Павел. То есть, я в этом, я выступаю, то есть, я, конечно, пропускаю это через себя, то есть, мы, там, где-то с ним спорим, где-то, там, приходим к какому-то общему мнению, но драйвер, вот, именно, организации выборной компании, он, ну, потому что он политик, как бы, это вот, он этому учился, он, там, шесть лет этим жил до этого, то есть, он, как бы, ну, намного лучше меня это понимает. И как ты с ним познакомился, это какой-то твой старый друг или вот ты решил избираться и подумал, ну-ка найду-ка я классного политтехнолога, загуглил, нашел Павел, вот он, прибыль. Нет, этот рынок, во-первых, очень маленький, там все всех знают, а во-вторых, ну как бы онлайн не работает, обычно если, то есть вот когда я уже объявил в движении, там ко мне стали люди писать личку, там, а не нужен ли вам политтехнолог, ну это вот скорее любители легкой наживы в основном, ну не все это как бы, я многие из них хорошие ребята, это в целом, да, что все начинают как-то приходить люди, а так мы с ним были заочно знакомы до этого, то есть мы там стояли в одной организации, в которой там я тоже приложил руку к ее созданию, и вот соответственно мы вместе там и познакомились, и уже с самого начала, с самого начала всего этого проекта мы это начали делать вместе с Павлом, то есть это, ну, в разговоре с ним родилась вот эта идея о том, что «А почему бы не пойти в Мосгурдуму вот в сентябре?» И, соответственно, уже как бы оно вот запустилось. То есть в терминах «предпринимательство» это такой «ко-фаундер», грубо говоря. Ну да, 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 потому что, ну, два основных, ну, бенефициара, да, всей этой истории, там, я как кандидат, потому что там есть шанс выиграть, да, там, ну или даже если я проигрываю, все равно там какая-то репутация остается, ну вот такие вещи, вот. И он как глава штаба, потому что даже если компания, к примеру, будет, там, это будет второе место, но это будет красивая, яркая, хорошая компания, то, ну… Еще и независимому кандидату без миллионов рублей за спиной. Да, то есть, ну, как бы это вот отношение скорее как таких вот ко-фаундеров в стартапе, ну, это ближайшая она. Ну, грубо говоря, ты CEO, Павел, CTO, если так перетащить язык долины в политические реалии. По сути дела, да. То есть, я там отвечаю, может быть, за какой-то общий магистраль, то есть, ну, как выбор, это же только часть вообще занятия политикой, вот, там, наверное, там, за то, что будет после или как там это встроить в дальнейшем, наверное, отвечаю чуть больше я, вот, но, там, за компанию это, ну, там, прежде всего, конечно, его детище ее вообще, ну, то есть, он там, он там главный, я вот его стараюсь слушаться. Окей, CEO, CTO у нас есть. Дальше, кто еще в штабе? Ну, сейчас у нас штаб, это, у нас вообще, на самом деле, наш штаб функционирует по принципам, которые, ну, в России, мне кажется, там, не встречаются в таких больших масштабах, потому что у нас как выглядит команда, у нас вот есть пока что, там, два человека full-time, собственно, я и Паша, мы там полностью в этом, да, полностью уделяем время. Есть около 12, там, 10-12 человек, это который такой серьезный part-time, то есть, там, несколько часов в день на какой-то регулярной основе они на это тратят, и 30 человек, там, даже 40, которые готовы, там, вечер в неделю этому посвятить. Вот, и вот получается такая вот огромная структура, она немножко такая желеобразная, но вот это очень интересно в ней работать. А людей в основном, то есть, основной костяк, особенно тех людей, которые вот вкалывают больше остальных, я вот тоже вот, мы знакомы, начиная вот с той нашей совместной студенческой организации, студенческого братства. Слушай, вот я не могу не спросить тебя про эту студенческую организацию. Расскажи, пожалуйста, как она создавалась, там, чем ребята занимаются, поскольку это может быть интересно другим людям создать аналогичные организации. Ну да, вообще, в идеале, конечно, хорошо бы, если бы их было побольше, то есть… Ну, это типа студенческого братства. Да, это студенческое братство, то есть, мы его начали делать, получается, пять лет назад почти, чуть меньше. И, ну, понятно, сказать, что я его делал не один, да, то есть, там, были, то есть, мы там еще с другим основателем, были очень много ребят в начале, которые тоже вкладывались в это все. И, ну, то есть, это продукт работы большого количества людей. И, соответственно, главная цель была, то есть, когда вот, ну, лично мой интерес, да, в чем заключался, когда я шел в ВУЗ, я думал, что вот должны быть какие-то студенческие братства, там, что-то такое… Как в Америке. Как в Америке. Да, как в Америке. В итоге ничего не оказалось, пришлось начинать делать самому, вот. И получает, там, какая история получилась, то есть, мы старались окружить себя амбициозными людьми, во-первых, да, то есть, пока мы студенты, мы можем начать друг с другом доверительные отношения, потому что нет ничего за спиной. И при этом, мы там, как бы, брали людей, там, с высоким потенциалом. Ну, грубо говоря, там, что не просто человек там лежит, пиво пьет. Вот. А второе, мы хотели брать людей, которые готовы что-то менять в России, то есть, здесь, там, не хотят уезжать, ну, а хотят что-то вот сделать у нас. Вы хотели брать. А зачем люди к вам шли? Что они планировали получить? Я думаю, что два момента. Во-первых, все-таки, с одной стороны, это, там, найти людей близких по духу, там, чувство локтя, вот это вот все, да, за что люди вообще в целом существуют в коллективе. А второе, это, второе, это, наверное, там, какая-то тайна стереол, то есть, ну, сам концепт сообщества, ну, что-то такое, да. Вот. Ну, организация на самом деле очень хорошая, то есть, там, каждый год проводится набор. Я сейчас уже, там, являюсь выпускником этого сообщества. Ментор, внешний? Ну, внутренний, скорее, вот. А, ну, еще внутренний, как бы. Ну, у нас, членство у нас пожизненное, соответственно, вот я, вот, выпускник. Ты говорил, что компания стоит 10 миллионов, при том, что вы супер-лин и супер-эффективно ведете работу. Да. Ну, супер-эффективная работа означает, что у вас куча людей работает почти за бесплатно или за бесплатно. И вот мне интересно, как вот ты взял и мотивировал людей в своем штабе, хоть и парт-тайм, но работать на тебя за бесплатно? Ну, я думаю, тут две вещи тоже. Опять же, консалтинный подход, я тебе сразу говорю, сколько вещей, а потом уже… А, блин, а еще третий есть? Да, потому что где третий возникает, думаешь, нет, должно быть три, да, по всем законам жанра. Ну, вообще, несколько моментов. Первый, я глубоко уверен, что, ну, действительно, они это делают для себя. То есть, они видят, что я разделяю их ценности, что я являюсь проводником их ценностей, что, там, помогая мне, они в том числе достигают свои цели, ну, допустим, чтобы у нас в стране была конкурентная политика. И я думаю, что там это самый главный драйвер, да. То есть, у меня получилось завоевать их доверие, получилось, ну, как-то стать выразителем их интересов, поэтому они помогают. Второй момент, это все-таки веселое такое как бы приключение, вот. В основном люди до этого, там, кроме части специалистов, да, которые, там, того же начинать штаба, да, или некоторых ключевых людей, они не занимались до этого компаниями. То есть, для них это просто интересный опыт. При этом, ну, как бы интересно поучаствовать в компании, там, близкого тебе, знакомого человека, да. То есть, меня, они меня знают лично. Да, это опыт, который ты можешь потом применить еще. Если это как бы срастется и будет интересно, то это отличные карьерные перспективы для тебя, там, в рамках того же штаба, там, и в дальнейшем, там, твоего продвижения, может быть, где бы они не стали участвовать. А локально интересный опыт. То есть, там еще последний момент, последний момент, нам всем, как бы, ну, нам всем очень комфортно друг с другом, потому что, там, ну, как бы у нас такая атмосфера царит в штабе, что люди быстро вливаются, и, ну, мне кажется, нам просто интересно еще и время друг с другом проводить. Поэтому, как-то вот оно все так идет не через силу, не через вот какие-то такие моменты, а через какое-то добровольное участие людей. Окей. Понял. Классную команду собрали во главе с CEO и CTO. Теперь интересно понять, а чем команда занимается? То есть, что входит в деятельность штаба? У нас есть, ну, я бы сказал, две, ну, у штаба самого, да, то есть, у него одна главная активность. То есть, она, как бы, если идти методом reverse engineering, да, то есть, с конца, как бы, цель набрать голоса на выборах. Вот, соответственно, как бы, чтобы эти голоса набрать, ну, вот, грубо говоря, нужен контакт с людьми какой-то. Соответственно, наша главная валюта внутренняя, да, то есть, то, как бы, что, как измерять нашу эффективность, это вот контакты с людьми. То есть… Что есть контакт с людьми? То есть, грубо говоря… Контакт с человеком, это, по сути, то есть, здесь тоже стоит разделять. Это не просто то, что он там увидел мой плакат какой-то, да, а это несколько моментов. То есть, во-первых, это, ну, понятное дело, что мы знаем, там, фамилию, отчество, телефон или почту, то есть, какие-то контактные данные. Плюс у нас есть история взаимодействия с этим человеком. То есть, мы что-то вместе сделали, он оставил подпись за решение какой-то проблемы, он, там, обратился к каким-то вопросам ко мне, мы с ним, не знаю, там, в комментах общались онлайн. То есть, все, как бы, все эти контакты, они, вот, как бы складируются. И их количество является, ну, там, прямым, ну, там, как понятно, есть много других факторов, но это, вот, как бы, наша основная деятельность. То есть, нам нужно расширить вот эту базу контактов. Вот это очень интересно. Потому что, вот, как бы, со стороны, когда смотришь на всякие политические процессы, на выборы, ты не понимаешь как. Ну, скорее всего, там, по телевизору выступил, поучаствовал в дебатах, там, еще что-то про себя понарассказывал, и вот, как бы, ждешь, когда за тебя проголосуют, а еще желательно, чтобы ты был из какой-нибудь единой России, чтобы тебе еще и обеспечили победу. Но тут, вот, то, что ты рассказал, ты фактически разложил какой-то эфемерный результат победы на выборах до вполне конкретных шагов. Ну, да. Количество контактов, с которым у вас есть какое-то эффективное взаимодействие, и которые, там, грубо говоря, смогут вас потом поддержать сначала на выдвижении, а потом уже и проголосовать. Ну, то есть, это, собственно, тоже, это вот тот подход, который, когда мы только начали обсуждать, предложил Павел, да, то есть, для меня, то есть, мне казалось, когда я это услышал, ну, как бы, так и должно быть, то есть, ну, как бы, что вот, все, все отлично, да? Да, сейчас, когда ты рассказал, кажется, это так и должно быть, конечно. А на самом деле, там, в России многие, не все, но многие до сих пор работают по принципу, ну, мы там, что-то сделали, как бы, и что-то получилось. То есть, они, там, редко отслеживается эффективность, редко, вот, ставятся именно числовые показатели. Ну, это сейчас, конечно, то есть, мы не единственные, кто это делает, да? Но это не является до сих пор, прям, таким, как бы, абсолютно нормальной практикой. И, там, ну, опять же, вот это тоже, там, большой плюс тех людей, с которыми я сейчас работаю. То есть, ну, мы с ними на одном языке говорим. Вот, соответственно, что мы делаем? Главное, что мы делаем, это мы нарабатываем эту базу. То есть, это, соответственно, ну, мы проводим разные мероприятия. Мы собираем, допустим, подпись, мы собираем, там, пытаемся решить какую-то проблему, да, и в процессе решения этой проблемы контактируем с разными людьми. То есть, у нас остаются тоже, ну, там, остаются их контакты, чтобы мы потом могли к ним как-то вернуться, да, там, допустим, сказать, что, вот, а вы помните, вы там спрашивали, что вот мы там собирали, там, вы оставили подпись за такую-то проблему. Вот, там, такой-то статус мы пытаемся ее решить, но там все еще не решено. Ну, вот, ну, вот, как-то, как-то нужно поддерживать все время эти контакты. И, соответственно, там, это что? Это вот, чтобы эти контакты найти, тебе нужно, чтобы люди, которые ходят, мы это называем, в поле, то есть, ну, именно, соответственно, работают в районе, на местах непосредственно, без этого, как бы, ну, никак не получится. Тебе нужны какие-то агитационные материалы, ну, чтобы они рассказывали коротко, да, там, вообще, что происходит и почему человек должен тебе дверь открыть, там, вообще с тобой разговаривать. Тебе нужны, то есть, ну, как бы, это вот первая, да, для этой вот истории по сбору, ну, по расширению базы контактов. Тебе нужны какие-то, ну, то есть, тебе нужен механизм по привлечению людей, то есть, вот, как бы, такие уже бэк-бэк функции, да, появляются. А вторая, на самом деле, большая вещь – это поиск финансирования, то есть, для того, чтобы компания продолжалась, для того, чтобы мы могли собирать контакты, для того, чтобы, там, могли печатать материалы, ну, необходимо искать спонсоров, там, чем мы, собственно, там, чем я, основное свое, там, какое-то время и занимаюсь, да. То есть, опять же, ладно, окей, там, спонсоров звучит слишком пафосно, то есть, это люди, в целом, у нас, там, очень много людей, они абсолютно разные суммы жертвуют, то есть, всего, вот, мы вчера сидели, считали, 83 человека, так или иначе, помогло компании, вот, и там, от сотни рублей, там, до десятков тысяч рублей, то есть, ну, как бы, там, разные абсолютно суммы, и здесь, соответственно, вот, как бы два таких процесса идут параллельно – контакты и поиск финансирования. Там, летом, это чуть изменится, но глобально, там, все останется про то же. То есть, вот, даже, допустим, когда говорить про агитацию, то есть, ну, там, понятно, будут какие-то плакаты, там, будет какая-то, там, тоже какие-то брошюры, да, которые мы делаем. И это все нужно для того, чтобы, во-первых, поднять узнаваемость, ну, там, до тех, кого мы не сможем дотянуться, вот, именно, контактом, да, чтобы они пришли на участок, и такие, о, что-то, короче, что-то фамилия, какой-то юниман, фамилия знакомая. Мне, кстати, часто с Юрием путают. Мне, каждый двадцатый человек мне звонит и говорит, что, типа, там, Юрий, мы с вами, там, вас поддерживаем. Вот. Благодарю. Как не называйте, главное, потом вспомните, когда придете сюда избирать на участок, вот. И, соответственно, там, даже, там, те агит-материалы, которые будут использованы, это все нужно для того, чтобы, там, в том числе, облегчить контакт с людьми. То есть, когда ты пришел в холодную квартиру, но у тебя, там, до этого на подъезде, там, несколько дней висел плакат, ну, окей, он висит несколько часов, потому что его срывают, вот, но, там, и уже проще будет идти диалог с людьми. Вот. То есть, вот как-то так. Расскажи про фанел построения контактов. То есть, понятно, что начинается все, наверное, с газеты, которую вы публикуете. Потом он сужается до каких-то, там, общения с людьми, например, на каких-то слушаниях. Потом он еще больше сужается, когда вы ходите по квартирам, например, и уже там собираетесь. Ну, там не совсем так, да. То есть, там, скорее, первый вход – это… То есть, есть просто несколько разных воронок. Там одна воронка, там, я грубо назову онлайн, да, то есть, люди, которые либо звонят, либо пишут там в Фейсбуке, ВКонтакте как-то, да. То есть, мы тоже всех их, ну, сохраняем, да, чтобы потом к ним вернуться. И запоминайте, о чем вы с ними разговаривали еще. Да, да, да. Что им интересно, каких потребностей у них. Это, грубо говоря, там, 20%, там, 10% всех контактов. А основной поток – это именно люди, которые присоединяются к нам в решении какой-то проблемы. То есть, они, допустим, готовы, когда вот мы пытались, вот, ну, еще до выборов пытались, собственно, там, на фоне чего я принял это решение, мы пытались собрать подписи для того, чтобы решить проблему с таксистами нелегальными, да. То есть, тут, как бы, человек, он просто, там, ты ему стучишься в дверь и говоришь, вот, есть такая проблема, мы хотим направить подпись ему в МВД, потому что, если пойдет один человек или, там, 10 обращений, допустим, будет, они подумают, что он, там, очередной сумасшедший. Вот. А, как бы, если будет полторы тысячи подписей, уже не смогут, там, так просто отмахнуться. Хотя все равно отмахиваются, но мы их прожмем. Вот. И, то есть, ты просто приходишь в квартиру, как бы, человек оставляет какие-то контакты, потом ты уже с ним, там, ты к нему просто вернешься в какой-то момент, там, с рассказом о том, что изменилось по этой проблеме, за которой не оставили контакт, и вот все. Ну, и вот, как бы, человек дальше либо может поставить подпись, либо не поставит за выдвижение, либо потом согласен. То есть, из-за того, насколько эффективно было взаимодействие с вами, насколько он доволен был и ожидает больше. Да, да. Да, вот как-то так. Окей. Фандрайзинг. 10 миллионов стоит компания. Это достаточно много. Тем более, что ты независимый кандидат. Да. А, кстати, вопрос. А почему ты решил независимым кандидатом быть? Тут главное, наверное, это… Я не доверяю всем нынешним политическим силам, к сожалению. То есть, ну, там есть, конечно, отдельные люди, которые мне больше нравятся, которые мне меньше нравятся. Но я не вижу там себя ни с одной из партий, да, я не вижу себя в команде ни одного из существующих политиков. Ну, кого-то из них я просто плохо знаю до сих пор, да, чтобы там к ним присоединяться. Ну, кого-то я просто не могу полностью довериться этим людям, да. И поэтому… Не знаю, что они плохие, да, просто, ну, вот так, как бы так я устроен. И поэтому я решил делать это сам, вот. То есть, как бы мне нужно освоиться, понять, то есть, там, еще годик пройдет. Может быть, я тогда со временем и как-то с какой-то силой уже буду более там активно дружить, да, но сейчас нет. Ну, и почему не от власти, я думаю, там, это понятно. Окей, да. Я этого спрашивать не буду. Принято. Независимый кандидат. Десять миллионов для независимого кандидата достаточно много. Да. Как вы их собираете? Личные контакты. То есть, все, что было до этого, это, ну, это вот, это либо мои знакомые, либо знакомые знакомых, друзья, друзья друзей. То есть, вот, такая, как бы, такой вот, запускается такой комбайн, да, по обходу вообще всех людей, которых ты помнишь, там, их знакомых и так далее. То есть, это вот именно личный контакт. Это первое. Второе, это сообщество. Ну, то есть, есть разные клубы по интересам, да, которые, то есть, ты там, ты знаешь одного человека оттуда, ты на него выходишь, он говорит, слушай, я могу тебе представить еще, там, нашему небольшому, там, комьюнити в 20-30 человек. И ты уже… Ну, приведи какой-нибудь пример такого сообщества. Это же не группа ВКонтакте, наверное. Я просто не могу об этом говорить. Абстрактное, не называя конкретное. Ну, допустим, какое-нибудь там сообщество молодых предпринимателей, к примеру, да. Например, вот в районе там конкретно. Или обязательно? Нет, просто абстрактное. Окей. И дальше ты уже, соответственно, ну, там, работаешь с ними как-то внутри. Потому что, ну, там, ты находишь сообщества, которые близки тебе по ценностям, там, в части из них ты состоишь, там, да, в части из них, там, знакомые состоят. И вот как-то работаешь с ними. То есть, вот это вот очень хорошая, очень хорошая база, да. То есть, по сути, что, ты предлагаешь им поддержку продвижения их интересов, которые, там, сопоставлены с твоими? Не совсем. Окей. Это вообще, как бы, очень тонкий момент, да, потому что я, ну, как бы, не продаю свои услуги. О, предусвестительный вопрос. Рассказывай. Да, как депутата, да. Ну, иначе это просто, как бы, зачем… Ну, как бы, иначе зачем тогда эти денег заработать в политике? Ну, как бы, грустно… Ну, да, да. В 25 лет грустно на это и тратить жизнь. Это правда. Вот. Поэтому здесь несколько моментов. То есть, все люди, которые мне как-то помогают, делают это, я бы сказал, из идейных соображений. То есть, идеи у них, как бы, я им в голову не залезаю, да, то есть, у них там могут быть разные идеи стоять. Но, там, кто-то, допустим, считает, что России нужна независимая политика. А независимая политика не может быть без независимого финансирования. То есть, независимая – это когда нет у кого-то одного, там, контрольного пакета акций, он тебя… Всем раздает деньги на эти компании. И он того, как там крутит, вертит и так далее. То есть, кто-то в это верит. Кто-то верит, просто у нас там похожие взгляды на развитие России, да, и поэтому он считает, что я могу помочь в их выражении, да. То есть, какие-то такие вещи. Конечно, эти люди помогли мне, там, в такой, как бы, важный период моей жизни, и я, если у них будут проблемы, я сделаю все, чтобы помочь им. Но тут, как бы, есть… Конфликт интересов. Да, тут есть несколько нюансов. Ну, как бы, очень важных, как в том анекдоте, важные нюансы. Первое, да, все, что я делаю, если я, там, стану депутатом, первое, как бы, сито, да, через которое все свои решения буду про… любые решения просеять. Первое – это не должно вредить людям. В первую очередь, моим избирателям. Вот, то есть, если я считаю, что это вредит людям, я этого делать не буду. Ну, то есть, независимо от того, там, откуда, что, как, когда. То есть, конечно, я не к тому, то есть, я не думаю, что у меня… то есть, это речь идет не о том решении, там, построить больницу или не построить, а вполне возможно будет идти решение, там, не знаю, снести больницу или снести школу. И вот, ну, как бы, то есть, только вот, там, только два таких решения, допустим, да, там, если уж абсолютизировать. И тогда я буду, ну, я буду опираться, во-первых, на свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, второе – эксперты, соответственно. То есть, ну, там, я, в том числе, спрошу самих людей. То есть, и вот, ну, как бы, я буду являться таким, как бы, центром выработки, да, вот этого внутреннего решения. Это первое. Второе – это не должно вредить мне, моим ценностям, моим каким-то долгосрочным планам. То есть, там, если… То есть, я вот не собираюсь брать откаты, даже если это будет, там, никому не вредит и так далее, да. Потому что, ну, это, там, против моих ценностей. Если я это сделаю, то зачем ты вообще пошел? То есть, ну, как бы, ну, просто сам себе подрывать, сам себе ногу рубить. Третий момент – это не должно быть уголовно наказуемо. То есть, я не собираюсь совершать уголовные преступления, даже если, там, ну, именно будучи депутатом, даже если, там, они глубоко моральны, вот, ну, и так далее. Потому что, опять же, это, там, может мне потом очень сильно помешать. И вот, если через все эти три, как бы, сито, да, это проходит, то, что человек меня просит помочь, это, как бы, это все окей, я с удовольствием помогу. Ну, то есть, делаю все, что я могу для того, чтобы помочь. Но, опять же, это не является, там, условием, там, мы не общаемся, там, с тем, кто, знаете, духи, ну, вот, короче, там, сейчас стану депутатом, там, вот, есть заводик, там, типа, земля свободная в Чертаново, там, сейчас мы, короче, тебя туда пристроим. Нет, ну, то есть, как бы, да и на самом деле, опять же, да, у нас законодательная власть, она кастрирована. То есть, если человек хочет себе отжать кусок земли в Чертаново… Ему надо с другими… Да, он пойдет в префектуру, он пойдет, там, скорее, даже на уровень мэрин, то есть, вот, какие-то такие вещи. И депутат тут нужен, скорее, для того, чтобы защитить всех остальных от вот, ну, таких вот случаев. Вот. Вот как-то так. Ты рассказывал как-то мне в разговоре про облачную демократию. Расскажи про вот это подробнее, какие у тебя есть планы на нее? Ну, это идея, которая, там, в последнее время занимает мой ум, наверное, больше остальных. Не я ее придумал, сразу скажу, да. То есть, там, тот же сам концепт, само как бы название облачной демократии, в русский язык, там, вел Крашенинников и Волков. Ну, тут они, как бы, еще пять лет назад, по-моему, книжку написали об этом. Вот. Там, за рубежом это часто называется, там, liquid democracy, жидкая демократия. Вот. Но в чем, как бы, суть? Суть в том, что это новая система управления обществом, в которой, я считаю, обязательно будет внедрена вопрос времени. И, соответственно, там, чем раньше нас получится ее внедрить, тем, возможно, мы все лучше заживем. В чем ее суть? Это такой Facebook плюс, боже мой, участок для голосования. То есть, ты не просто, там, как сейчас, допустим, в Эстонии, да, там, ты можешь поставить галочку в электронном виде на выборах, вместо того, чтобы идти на участок. Это, как бы, так, промежуточный этап. А здесь, по сути дела, с помощью облачной демократии, ну, или прямой электронной демократии, да, можно так назвать, ты полностью убираешь вообще институт депутатов, как таковых, и, там, целую, как бы, ветвь власти, там, и ты ее сильно модифицируешь. Как это выглядит? У каждого, каждому человеку раздается, допустим, голос в десяти сферах. Там, в медицине, в экономике, там, в науке. И он может решить, он может либо сам голосовать по этому вопросу, там, не знаю, раз в неделю, там, раз в месяц проводятся какие-то общие национальные голосования в онлайне. Либо он может, либо он может кому-то делегировать его. И в итоге у тебя появляются в обществе такие лидеры мнений, да, которые собирают эти вот лайки, ну, грубо говоря, там, ты думаешь, блин, там, Петя шарит в медицине, отдам-ка ему голос в медицине, а вот, там, вопрос войны и мира оставлю себе, то есть, ну, как бы, сам буду решать. И в итоге у тебя появляются, то есть, как бы, те люди, которые собирают эти голоса, им приходится специализироваться по своей теме. Такие депутаты слэши ютуберы. Да, да, то есть, ну, как бы, это депутаты, которые постоянно, то есть, у них постоянный контакт с избирателями, они постоянно борются за эти голоса, то есть, как бы, не раз в пять лет проголосовали и забыли, да, вот. То есть, это, во-вторых, это снижает барьер входа, то есть, ты можешь быть в своем небольшом сообществе, там, в семье, ты, там, за столом рассказываешь маме и бабушке за экономику, а они, в итоге, тебе две голоса дают, и ты, как бы, вот, ты уже локальный, так, в их представительстве. Нет! Не убедил. А бабушка за Сталина, вот. И это, во-первых, это создает такой постоянный процесс вовлечения людей в систему принятия решений, а, во-вторых, оно повышает экспертность этих решений. То есть, как сейчас происходит? Ты выбираешь депутата, ты думаешь, блин, ну, типа, классный чувак, ну, если ты, конечно, пришел, вообще его выбираешь. Вот. А он, может быть, хорошо разбирается в экономике, а в остальном вообще не разбирается. Он не может разбираться во всем, да, то есть, у нас мир слишком сложный. В итоге у тебя получается такая ситуация. Допустим, Госдума принимает законопроект, который говорит, там, я утрирую, там, все идем налево, а потом уже правительство с помощью подзаконных актов, то есть, их там могут быть сотни, уже определяет, что не налево, а налево и ближе к центру, там, не идем, а бежим, и там, не всегда… Не на ногах, а на руках. Да. И только по пятницам. И в итоге у тебя, как бы, то есть, депутаты, то есть, да, у них есть комиссии, там есть механизмы, чтобы повысить экспертность решений, но они не могут проработать все детали. А в этой системе у тебя будут, допустим, эксперты в медицине, которые… в здравоохранении, который, там, он, по сути дела, зарабатывает хлеб, да, ну, там, отдельно, как еще обеспечить того, чтобы люди могли это как основную деятельность делать, это другой вопрос. Вот, но он, он вынужден копаться в, там, нюансах, объяснять их людям, да, говорить, что вот, там, слушайте, вот все остальные не понимают, а я вот разобрался лучше всех, и вот понимаю. И, как бы, ну, чтобы люди мы относили голосом. Есть, конечно, много проблем у этой системы, то есть, как избежать популизма, да, то есть, как сделать так, чтобы, там, люди не проголосовали, там, давайте повесим всех чиновников, вот, ну, потому что, ну, как бы, так ничего работать не будет. Вот, есть много вопросов, но это уже вопрос, как бы, проработки, вопрос деталей, технической реализации, все ресурсы для этого есть. Ну, то есть, вот, реально, все технологии, технологические, это все, все готово, нужно только делать. Окей, как ты собираешься это реализовывать? Ну, пока, как бы, конечно, у меня нет, эта система может быть внедрена только сверху, к сожалению, да, но вот, если мне получится стать депутатом Мосгордумы, я буду, попробую вести такую, как бы, даже не то, что демоверсию, да, вот, прям совсем даже такой альфа пре-версию, я буду делать следующие вещи. Во-первых, ну, я сделал личный кабинет, то есть для тех, кто, там, для жителей Чертаново, либо для тех, кто, соответственно, за меня как-то голосовал, там, или помогал и так далее. И буду вести, допустим, раз в неделю, там, перед сессиями Мосгордумы, трансляцию, там, небольшое видео о том, как вообще, там, какие законопроекты, там, разбирать их, говорить, что, там, вот этот законопроект хороший, там, этот плохой, голосуйте вот здесь за, здесь против. И люди ставят, там, за или против, а я голосую, как они сказали. Это прям такое интерактивное шоу на Нетфликсе прямо-таки. Да, ну, то есть и… Нетфликс в политике. Мне кажется, что одна из наших больших проблем в том, что люди, они не вовлечены в принятие решений. То есть даже если, конечно, там, я не думаю, что если я туда пройду, там, один или у нас будет, там, пять независимых депутатов, мы там что-то прям поменяем, да. Но я, во-первых, а, я буду честен перед теми людьми, которые за меня голосовали. То есть, ну, как бы, вот, я голосовал, как вы, то есть, там, будет прозрачная система, там, никаких накруток, да, ну, значит, зачем все это делать. Вот. А второе – это, соответственно, вовлечение людей. То есть, ну, как бы, ты их делаешь частью процесса. Это очень важно для того, чтобы решения были легитимными. Вот. Тут важно добавить, да, что, там, вот эта история – это не то, как бы, чем я занимаюсь, чем я только собираюсь заниматься в Мосгордуме, да. То есть, работа депутата – это не только голосование по законопроектам, это очень большая работа по отстанию интересов граждан, интересов жителей района, там, работа в районе. А это, скорее, такая верхушка айсберга, да, то есть, и, там, моя программа, в том числе, она, ну, будет сейчас не только там, в создании вот этого, как бы, это, скорее, такая вишенка на торте, да, к другим инициативам. Окей, с твоим подходом, таком лин-стартаперским к политике разобрались. Что в это время конкуренты делают? Ведь я слышал, там есть конкурент от Единой России, ну, почти от Единой России. Соответственно, это куча денег, куча административного ресурса. Вот как они действуют, или какая у вас стратегия контрдействия? Ну да, то есть, как бы, наш основной конкурент, это действительно нынешний, там, собирающийся, точнее, она еще не объявила об этом, будущий конъемент в Мосгордуму от мэрии, от которой там, там, от Единой России, по сути дела, ну, будет, пойдет самого движенца, сейчас уже они фактически ведут кампанию, то есть, они используют административный ресурс, там, того, чего нет у нас, и, как бы, и не будет, они, допустим, организовывают открытые уроки в школах, вот, или, допустим, какие-то мастер-классы, да, то есть она связана с преподаванием русского языка, эта женщина, и они там ставят мастер-классы по преподаванию русского языка, да, и при этом вешают брошюры в школах, где на брошюре, там, не знаю, там, две трети, это ее фотография, где она там стоит, там, ее имя капслоком, и вот там… как бы и в целом я себя позиционирую, во-первых, как открытого депутата, ну, если мне получится, тем более, а во-вторых, как такого, ну, я живу в Чертаново, да, и я душу этим воздухом, она не живет в Чертаново, хотя там официально это не говорится, и я буду делать упор именно на личный контакт, то есть на встречи во дворах, на… по квартирный обход, то есть я летом фактически буду, там, 6-7 дней в неделю проводить, там, по 8, по 10… И ты сам будешь ходить по квартирам? Да, да, то есть это как бы основной… там, я успею обойти тысяч 10 квартир, я думаю, за это время, вот… А вот такой подход тяжело реплицировать. Да, ну, то есть, как бы, ну, тут нужна большая тяга, желание, вот, потому что я считаю, что люди у нас созрели для того, чтобы, ну, вот, к такой компании, к таким депутатам. Люди созрели для того, чтобы оценить личное внимание депутата? Я думаю, да. А не только красивую фотографию с призывом пойти на мастер-класс по-русски? Да, я думаю, что да. Поэтому, даже несмотря на, там, какие-то большие деньги в компании конкурента, там, я думаю, что мы сможем именно вот таким личным, искренним, открытым подходом победить. Слушай, ну, это будет очень интересный кейс. Я хоть и в черта, но не живу, но с большим интересом буду смотреть за тем, что происходит. Ну, да, я на канале пишу об этом, так что буду теперь писать об этом, так что… Блиц. Твоё жизненное кредо? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на какие-то ненужные вещи. Вот. Неважные вещи. Чего ты боишься больше всего? Наверное, перестать радоваться мелочам жизни. То есть, я считаю это важным своим качеством. Хочу не потерять этого. Одна вещь, которую ты бы изменил в прошлом человечества? Я бы очень хотел, чтобы в семнадцатом году в нашей стране не было революции. Кто для тебя пример для подражания? Мой дед, прежде всего. Почему? Он очень умный и честный человек, который прожил счастливую жизнь. Хочется так же. Три отличительных черты политика будущего. Первое – это открытость. Второе – это, я бы сказал, близость к людям. То есть, они должны видеть там каждую, каждый твучих, и ты должен быть, как бы, ты должен быть окей с этим. И третье – это, наверное, экспертность. То есть, время политиков, крикунов, я думаю, прошло. С кем бы из людей, живущих или ушедших, ты бы хотел поговорить за обедом? Я бы, наверное, хотел бы пообщаться с Марком Аврелием, римский император, который был в том числе и философом. Мне очень интересно, как у него получилось сохранить такой взгляд на жизнь, при этом будучи облеченным властью. Книгу читал, но как бы хочется вживую посмотреть на человека. Три профессии будущего? Дизайнер виртуальной реальности. Не как нынешний VR, а вот именно, когда уже будет полное погружение. Второе – разные виды шоуменов, комики, артисты. То есть, все, что связано с развлечением других людей. И третье – это, наверное, генный инженер. Ну, все, что связано с модификацией генов. Я думаю, это очень будет растущий рынок. Три навыка будущего. Три навыка. Самый главный – фокус. То есть, умение отделять себя от ненужной информации. Я думаю, что это… Ну, еще будет очень много и приложений, и вообще разных штук, которые будут помогать это делать. Второй навык – это, наверное, желание обучаться. То есть, понимание того, что то, чем ты занимаешься сейчас, профессия может умереть через пять лет. И третье – это, наверное, некий предпринимательский дух. То есть, даже в крупных корпорациях, там, эра людей, которые просто сидят и делают хорошо свою работу, и на этом все, она проходит. Отлично. Спасибо. Спасибо. Снято!